Ничего не будет еще. Так, ну что, кофе мы затарились, кофе мы затарились, ну и теперь можно, соответственно, ехать, охотиться на литовцев. Патроны взял. Патроны? Краната есть. Итак, мы добрались до границы. Теперь уже можно официально охотиться на литовцев. Погоди, мы еще не переехали границу. Нет, мы уже переехали границу. Мне пришлось, чтобы переехали границу. Вот, вот, вот. Вот, официально куда-то... Смотри, как дорога меняется сразу же! Вообще жесть! Нам направо? Нам куда-то. Да-да-да, нам направо. Кстати, в австричке ехал сейчас. Я знаю. Упс. Я этого не смел, не боюсь. Об этом никто не узнает и на YouTube это не выложу. Еще достаточно темно, но мы уже подбираемся к Собану. Мы нашли первую жертву, первого литовца. Доставая граната. Граната еще рано, мы соберем всех литовцев. Собан, у тебя ссыкотный город. Реально ссыкотный. Это Шлюте. Что? Шлюте. Ну вот как можно было назвать улицу Шлюте? Потому что там Собан живет. Ну ясно, ясно все. Ха-ха-ха. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Ну так, исторический момент. Воссоединение с Собаном. Воссоединение? Ха-ха-ха. Ха-ха-ха. Гапанюкас или как у вас? Парашют. Парашют. Давай, Александр. Давай, Бабер. Мылочи, так все моментально будет. Собана перевозим только в багажник. Час прошел, забрали Собана. И вот час, полчаса и все, и снега навалило. Собан, ты во всем виноват. У тебя никогда не видно. Так-так. Наш вопрос... Но бы это нельзя было вытаскивать. Может, придая питание. Я нашел зиму. Продолжение следует... Мы в Литве. Это очень хорошая страна. У нас было немного снега. Сейчас я ею адежу-чипсы. Это очень хорошие криспы в Латвии. Знаешь, они воняют. Они пахают с орехами и сметаной. Сметана. Я забыл. Я забыл. Я забыл. Просто говорить английский. Очень плохо. Мы на дороге. Наша скорость сейчас находится 122 км в час. Мы продолжим так, пока мы получим первую ручку, которая находится 111 км в час. Я не уверен, что Пышкин будет уходить. Я не уверен, что Пышкин будет уходить. Нет, у меня GPS. У нас дорога. Грунтовка и поля. Где мы? Лемба, где ты живешь? Объясни мне, что это за деревня? Куда мы едем вообще? Что это такое? Что у тебя там на GPS показывает? Будет поворот налево. Через 5-4 км. 2 км в час. У тебя машина развалится. Долбит номер 5. Мать твою. Мать! Бобры плотин устроили. Мембу строил. Мужики какие-то стоят. Рыбачил. Сован. Сверни за ручку. Вот где-то здесь живет Лемба. Скорее за 44-м доме. Лемба, ты в такой деревне живешь. Ты такой убогий. Это вообще весь город. Три дороги и все. И больше ничего нет вообще. И летающая тарелка вон там. И летающая тарелка. Над домом висит. Чтобы он что-то выкроет. По-любому. Как ты тут живешь вообще? Мы нашли Лемба. Я покажу что ли. О, это животное. Животное. А в чем это это? Так, теперь мы ищем. Есть у них вообще тут банк. Опять налево. Еще могу повторить, чтобы все поняли. Опять налево. Я хочу жрать. А потом можно будет перевалиться на другой бочок. Поспать чуть-чуть часок. И идти куда-нибудь еще. Главное, что мы поменяли деньги. Теперь вопрос куда их потратить. Учитывая размеры этого города. И его содержимое. В городе тратить в нем не надо. Мы можем поехать 30 км до Мега. Так называется Мега. А, ну вот. Поехали в Мегу. Едем в Мега. А нам хватит сколько мы поменяли? Да, нам хватит. 80 лад поменяли. Конечно хватит. Для информации 80 лад это 160 долларов. Швейцария слева была. Тут будет лон. Передавай Копикату привет. Копикату привет. Как твой мир? Мой мир. Ха! Магажин готов. Магажин? Ты не хочешь? Скажи что здесь Копикату. Я сказал что все готово. С задней уже готов. Багажник готов Копик. Магажин, мы тебя ждём Копикату. Субтитры делал DimaTorzok 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 ДимаTorzok